Привет, с вами Каск. В этом видео я вам расскажу, как слегка опусти FPS в Фортнайте, а также избавиться от лагов и фризов. После моего последнего ролика, который набрал достаточно неплохое количество просмотров, прошло 2 года и многое что изменилось по настройкам графики. Не буду вас долго задерживать, попрошу лишь поставить большой палец вверх, а также подписаться на канал. Готовьте ваши ручки, ну а мы полетели. Да что же это такое? Снова пинг под сотку? Окей, исправляем ситуацию. А вот это уже другое дело. Хочу поделиться с тобой полезной информацией, как можно понизить пинг для более стабильной игры. Есть такая программка, называется Gear Up Booster. Поддерживает большое количество игр, в том числе Apex, Fortnite, CS2, PUBG, Warzone и даже Dota 2 с Лигой Легенд. Как она работает? По сути, просто выбираешь игру, нажимаешь бустинг, ждешь несколько секунд и получаем примерный пинг в самой игре. Там же можем поменять регион и сам узел подключения. Ищем где более-менее оптимальный и нажимаем подтвердить. После этого заходим в игру и наслаждаемся стабильным пингом. Самое главное, что Gear Up Booster никак не влияет на игровую механику, а конкретно занимается оптимизацией соединения с сервером. Все максимально безопасно. Рекомендую каждому из вас попробовать и написать в комментариях, насколько получилось снизить пинг в играх с Gear Up Booster. Ссылочку на Gear Up Booster я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. А теперь возвращаемся к оптимизации игры. Первое, что мы делаем. Залетаем в Fortnite. Нажимаем на наш профиль. Настройки. Параметры. Первая вкладка. Графика. Игровое окно. Ставим полный экранный режим. Разрешение. По соотношению к вашему монитору. Далее начинается самое интересное. Покажу два пресета. Мой лично, на котором я играю. А также для более слабых систем. Начнем с более, так сказать, актуального для средних и выше ПК. Такие как 1080 и выше. Вертикальная синхронизация. Отключаем для всех систем. Лимит частоты кадров. Без ограничений. Режим рендеринга. Я бегал что в DirtX 11, что в DirtX 12. И честно скажу, я ожидал совсем другой результат. Думаю, что DirtX 12 покажет себя в разы хуже. Но как оказалось, это далеко не так. Плюс-минус та же самая производительность. Поэтому, если вам нужна эта трассировка лучей, тогда оставляйте, конечно же, DirtX 12. Если вам важна производительность и более-менее стабильные кадры, скорее всего, но далеко не факт, тогда оставим DirtX 11. Я лично так и делаю. Теперь опускаемся вниз. Размытие в движении, конечно же, отключаем. И нас встречает качество графики. Сглаживание и сверхвысокое разрешение. Здесь у нас большое количество выбора сглаживания. Можно отключить, поставить FXAA, TAA, NVIDIA DLSS, либо TSR. Лично я пришел к следующему. Если у вас видеокарта с поддержкой DLSS 2060, 3060 и плюс-минус ее аналоги, ставим на NVIDIA DLSS и пресет качество. Для 2060 рекомендую поставить баланс. Если вы вообще не любитель всех этих DLSS, либо ваша видеокарта не поддерживает DLSS, рекомендую тогда поставить на TAA. Разрешение в таком случае ставим примерно на 76-82%. Потому что, что сглаживание, что разрешение 3D, кушает прилично так и FPS. Динамическое разрешение 3D и виртуальная геометрия на NVID. Я лично это отключаю, мне это не нужно, мне важнее количество кадров. Качество теней. Кушает прилично так и FPS. Это если делать сравнение эпическое и отключить. Разница между отключить и среднее, по-моему 2-3 кадра. То есть отключать для средних компов особого смысла нет, а вот поставить на среднее самое то. Глобальное освещение. Я вставляю на фоновое затенение. Отражение. Экранное пространство. Расстояние прорисовки. Кушает тоже прилично FPS, но можно пожертвовать лишними кадрами и поставить на большое. Качество текстур. На FPS никак не влияет, все зависит строго от объема вашей видеопамяти. Если у вас более 6 гиг видеопамяти, ставите без проблем на эпическое. Если менее, то высокое, среднее и так далее. Качество эффектов. Среднее. Качество постобработки. Среднее. Счетчик кадров. Тут по желанию я лично включаю. Отметки задержки тоже по желанию. И Nvidia Reflex Love Latency ставим включить плюс boost. По настройкам получается как-то так. Нажимаем применить. Второй пресет для более слабых ПК. Разрешение. Если у вас по умолчанию разрешение 1920 на 1080, но большая нехватка по FPS, можете понизить разрешение. Допустим на 1600 на 900. Если очень слабая видеокарта, тогда ставим 1280 на 720. Вертикалку отключаем. Лимит кадров без ограничений. Ходит такой слух, что если ваш процессор загружен на 100%, и вам нужно как-то его разгрузить, ограничение частоты кадров, допустим в 60 FPS, очень положительно повлияет на ваш процессор. То есть слегка его разгрузит. Режим рендеринга. Ставим DirtX 11. Если очень слабый ПК, тогда ставим производительность, пониженный уровень детализации. Размытие движений отключаем. Сглаживание и сверхвысокое разрешение. Отключаем либо ставим FXAA. Разрешение 3D. Тут мы можем немножко побаловаться. Допустим, если у вас Monique Full HD, ставим разрешение 3D на 66-78%. Где-то здесь поищите баланс. Либо же можно сделать по-другому. Поставить 1280 на 720 и разрешение 3D поставить уже на 100%. В таком случае плюс-минус будет все то же самое, но количество кадров должно повыситься на несколько процентов. Качество теней. Отключаем. Глобальное освещение. Отключаем. Отражение тоже отключаем. Расстояние прорисовки. Ставим среднее. Качество текстур. Если большой объем видеопамяти, ставим высокое. Если нет, ставим среднее. Качество эффектов. Низкая либо средняя. И пост-обработка тоже самое. Низкая либо средняя. На FPS не сильно прям так влияет. Можете, в принципе, насладиться какой-то там картинкой. Кадры включить. Задержка включить. NVIDIA Reflex Love Latency. Либо вкрыл, либо отключить. И нажимаем применить. Переходим на игра. Регион подбора игроков. Ставим Европа. Обязательно. Сам внизу у нас встречает энергосбережение. Для ноутбуков можете оставить. Для компов отключаем. И нажимаем применить. Переходим на вкладку звук. Качество звука. Средних ПК и выше. Оставляем высокое. Для очень слабых ставим низкое. Все остальное по желанию. Как и голосовой чат. Если хотите послушать школьничков, можете оставить включенным. Я лично отключаю. Ну и последняя вкладка. Учетная запись. Желательно эту штучку не включать. Ну, если у вас слабый ПК, конечно же. После этого нажимаем применить. Выходим из игры. И делаем небольшую оптимизацию нашей системы. Под Fortnite. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала. То есть меня. Можно это сделать на моем бусте. Но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для бусте. С твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву. Который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. После того, как настроили график в самой игре. Мы качаем архив по ссылке в описании. И перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть 3 папки. Настройка видеокарты. Очистка и твики реестра. А также MSI мод и схема питания. Как раз таки с нее и начнем. Открываем схему питания команда. Копируем команду. Нажимаем Pkm. Копировать. Закрываем. Pkm на пуск. Windows PowerShell Администратор. Да. Нажимаем Ctrl плюс V и Enter. Закрываем. Открываем схема питания. Показа доп схемы. И ставим галочку на максимальная производительность. Далее открываем Epic Games Launcher. Переходим в библиотека. Находим Fortnite. И нажимаем на троеточие. Параметры. Если ПК у вас очень слабый. Допустим видеокарта 1050 Ti. И ее аналоги. Тогда текстуры высокого разрешения. Мы галочку убираем. То же самое касается и шейдеров DirectX 12. Мы галочку убираем. И еще одна вкладочка. Не использовать частичную загрузку. Что это значит? Перед матчем все скинчики на других персонажей уже будут прогружены. Это может повысить вашу производительность. Занимает конечно же много памяти. 28 гиг. Но если у вас есть свободное место. То желательно эту галочку поставить. И нажать применить. После этого переходим в папку с игрой. Fortnite. Fortnite Game. Binarious. Win64. Опускаемся практически в самый низ. И находим три приложения. Fortnite. Клиент. Shipping. Нажимаем ПКМ. Свойства. Совместимость. Ставим галочку на отключить оптимизацию о весь экран. Далее. Параметры высокого DPI. Ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ОК. Применить и ОК. То же самое можем сделать и шиппинг. БЕ и шиппинг ЕАЦ. По желанию. Копируем путь к самому приложению. Нажимаем ПКМ. Копировать. В нашем архиве открываем аппаратное ускорение и производительность. От десятки будет немножко отличаться. Но тем не менее сам смысл я думаю понятен. Нажимаем обзор. Вставляем наш скопированный путь. Приложение Fortnite клиент шиппинг. Добавить. Приложение уже добавлено. Если у вас Windows 11. Нажимаем ЛКМ. Параметры. И ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. Переходим на изменение стандартных параметров графики. Если ваша система поддерживает аппаратное ускорение. Тогда можете ее включить. После всех этих настроек не забудьте обязательно сделать перезагрузку вашей системы. Если у вас видеокарта в разы мощнее чем процессор. Тогда рекомендую отключить галочку. Это же касается и стримеров. Если вы стримите. Галочку не включаем. Потому что у вас будет на стриме. Картинка будто бы плавать. То есть у вас все будет хорошо. А зрители будут наблюдать совсем другую картину. Нажимаем ПКМ на пуск. Диспетчер устройств. Системные устройства. Опускаемся слегка вниз. И нас интересует высокоточный таймер событий. Нажимаем ПКМ и отключить устройство. Следующее что нам нужно сделать. Это слегка настроить. И также оптимизировать нашу видеокарту. Для этого открываем наш архив. Папка настройка видеокарты. И здесь у нас есть три папки. AMD Radeon, Intel и NVIDIA GeForce. Начнем как раз таки с NVIDIA. Первый патпункт. Залетаем на сайт. Качаем последнюю рекомендованную версию. Для нашей видеокарты. Делаем экспресс установку. И открываем NVIDIA драйвер сеттингс. Указываем те значения. Которые показаны у нас на картиночках. Единственное что я еще не обновил. Это CUDA System Fallback Policy. Оставляем драйвер дефолт. К тому же если вы не хотите затрагивать другие игры. А только настроить Fortnite. Переходим на программные настройки. В списке можем найти Fortnite. Если допустим его нет. Нажимаем добавить. Ищем уже в этом списке. Если тоже нет. Нажимаем обзор. Вставляем скопированный путь. К нашему приложению. И Fortnite клиент WinShare 4 Shipping. Открыть. И чисто для Fortnite. Можете сделать те настройки. Которые указаны у нас в картинках. Если у вас видеокарта от AMD. Открываем папку AMD Radeon. И по факту то же самое. Первый патпункт. Залетаем на сайт. И качаем последний рекомендованный видеодрайвер. Далее делаем Minimal Install. Открываем AMD Driver Settings. И указываем те значения. Которые показаны у нас на картиночках. Если у нас видеокарта от Intel. У нас здесь есть две картинки. Делайте то что здесь указано. В нашем архиве открываем папку. Очистка. Delete Them Files. Выделяем все файлы. Нажимаем Shift. Delete и Да. То что у нас не удаляется. Нажимаем просто Отмена. Возвращаемся назад. Delete Them Files. Выделяем все файлы. Нажимаем Shift. Delete и Да. То же самое. То что не удаляется. Нажимаем просто Отмена. Возвращаемся назад. Disk Cleanup. Выбираем диск C. Нажимаем на очистить системные файлы. Снова выбираем диск C. Окей. Ставим везде галочки. И нажимаем Окей. нажимаем pkm на msi мод запуск от имени администратора до находим нашу видеокарту ставим галочку на msi приоритет выбираем high и нажимаем apply твики реестра открываем папку и здесь у нас есть 5 файлов реестра перед тем как делать их активацию я рекомендую сделать backup файлов реестра как это делается открываем backup файлов реестра и здесь у нас есть сразу четыре бы капчика на всякий случай допустим если вы сделали активацию но забыли сделать backup можете также сама их активировать то есть это все вернет взад для более прохаванных я здесь оставил в картинках если будет интересно для рукавших и красиво расписал первые два файла реестр отключает xbox dvr супер полезная фишка многие ребята мне писали больше тут 15 до 20 fps много ли мало решать вам но это далеко не всегда может быть даже хуже не за геймдивера конечно же а допустим из-за отзывчивость системы либо системного приоритета но тем не менее для этого мы делаем backup чтоб можно было назад спокойно откатиться геймдивер один нажимаем pkm открыть если у вас десятка у вас будет таким образом нажимаем просто слияние далее геймдивер 2 пкм открыть либо слияние отзывчивость системы тоже самое пкм открыть сетевой тротлинг пкм открыть системный приоритет тоже пкм и открыть в нашем архиве открываем xbox game bar сам xbox мы конечно же отключаем переходим на игры игровой режим мы оставляем включенным записи все что здесь у вас будет указано ставите на самое минимальное значение если вы сделали активацию твиков реестра то у вас будет примерно так же само как и у меня ну для обладателей windows 10 рекомендую отключить все фоновые приложения это делается буквально два клика ничего сложного но сделать обязательно нужно на 11 винде увы но по всей видимости это убрали по крайней мере я лично найти не могу фоновое приложение на старой 11 винде это еще можно было сделать да вручную а сейчас уже и вовсе как я понимаю убрали кто знает можете написать в комментах после всех этих настроек залетаем фортнайт и наслаждаемся если невысоким фпс то по крайней мере стабильной и плавной картинкой как говорится до скорых встреч